Ни одна политическая система не может существовать вечно. Стагнация порождает безрассудство и некомпетентность. Каждое государство проходит через циклы застоя и развития. Китай – это большая и сложная держава, но местные законодатели стремятся усиливать социальную сплочённость даже ценой серьёзных жертв. В августе 2021 года президент Си Цзиньпин пообещал провести в стране перераспределение материальных благ, чем усилил раздражение китайской элиты. Хотя подробности закона пока неизвестны, план получил название «Политика общего процветания». Эта фраза имеет большое историческое значение, не в последнюю очередь из-за того, что она перекликается с прошлыми коммунистическими призывами к экономической реформе. Будущий закон не предлагает методы Робина Гуда, отнять деньги у богатых и раздать их бедным, но явно говорит о главных приоритетах китайской политики – эгалитарном распределении богатств и продвижении социального равенства. На чём же держится китайский коммунизм? Ролик взят для перевода с канала Кэспиан Репорт. Не стоит отрицать, что коммунизм – это замысловатый термин. Интерпретация его принципов, ценностей, норм и механизмов варьируется от общества к обществу. Как и любая идеология, коммунизм по своей сути основан на утопическом идеале. Он предполагает упразднение частной собственности и равномерное распределение богатств и ресурсов. Орган, руководящий этим распределением, должен быть максимально централизован и иметь общенациональные полномочия. Кроме того, необходимы надёжные механизмы для защиты власти. В конце концов, при управлении целой страной невозможно не запачкать руки. Однако у коммунизма есть существенный недостаток – человеческий фактор. Люди не всегда поступают правильно. В первую очередь все заботятся о себе, так уж устроена жизнь. В отсутствие должного контроля за населением в людях пробуждаются опасные революционные рвения. Кому, как ни китайским коммунистам об этом знать, именно это помогло им захватить власть в 1940-х годах. После революции экономика страны пережила множество взлётов и падений. Вследствие реформ Дэна Сяопина 1970-80-х годов страна приняла принципы свободного рынка и, наконец, открылась для внешнего мира. На появившийся рынок сразу же устремились компании из Европы и Америки. В последующее десятилетие частный сектор Китая стремительно развивался. В то же время Пекин продолжал распоряжаться материальными средствами, отдавая предпочтение политической элите. Как следствие, в 2019 году Китай впервые обошёл США по числу богатых людей. Для руководства Пекина это стало тревожным сигналом. Небывалый рост частного сектора создаёт противоречия, которые могут дестабилизировать общество и пошатнуть власть коммунистической партии. Неравенство – это растущая проблема для Си Цзиньпина. Оно распространено во многих частях мира, включая Европу и Америку, но в Китае оно усугубляется географией. Остаётся только догадываться, как Пекин собирается бороться с неравенством, но факт остаётся фактом – страна не может отказаться от коммунизма. Не по моральным или идеологическим причинам, а из-за географических особенностей Китая. Основная цель коммунистической партии – это поддержание социальной стабильности и территориальной целостности. Несмотря на огромные размеры и численность населения, Пекин находится в невыгодном географическом положении. Протяжённость береговой линии от Бахайского залива на севере до Танкинского залива на юге составляет 14 тысяч километров. Прибрежный Китай всегда был развитым, богатым и изысканным регионом с развитой инфраструктурой. Через него по Жёлтому, Восточно-Китайскому и Южно-Китайскому морям проходит множество международных торговых путей. Также это самый густонаселённый регион страны, здесь проживает более миллиарда человек, большинство из которых являются этническими ханьцами. Если бы прибрежный Китай был отдельным независимым государством, он легко вошёл бы в число самых передовых держав мира и занял верхние строчки рейтингов по всем показателям. По доходу на душу населения эта страна не отставала бы от Японии и Южной Кореи. Скорее всего, она управлялась бы демократическим либеральным правительством. Однако дела обстоят по-другому. К Китаю относится не только его прибрежная территория. На Западе располагается внутренняя часть страны. Она гористая и малонаселённая. Её экономика оставляет желать лучшего. Если бы внутренний Китай был независимым государством, он был бы похож на другие бедные страны наподобие Йемена или Судана. Уровень ВВП на душу населения в различных административных единицах Китая раскрывает тревожную картину. В Пекине он превышает 25 тысяч долларов, а в Синдзяне и Цинхае не достигает и 8 тысяч долларов. Эта разница ошеломляет, но распределение ВВП вызывает ещё больше вопросов. С экономической точки зрения некоторые провинции у побережья Китая могут посоперничать своими масштабами с целыми странами. Например, экономика Дзянсу не уступает России, Шаньдунь сравним с Канадой, Хэнань идёт вровень с Турцией, Шанхай равен Индонезии, а Джэдзян сопоставим с Австралией. Фудзянь можно сравнить с Аргентиной, Гуандун с Испанией, а Хуайбэй на севере не отстаёт от Южной Кореи. ВВП каждой из этих провинций превышает 1 триллион долларов или близок к этому значению. Во внутреннем Китае сравнения становятся менее лестными. По показателю ВВП на душу населения, Синдзян сопоставим с Суданом, Тибет с Замбией, а Цинхай с Кенией. Экономические перспективы внутреннего Китая намного скромнее в сравнении с остальными регионами страны. ВВП Синдзяна лишь немногим превышает 100 миллиардов долларов. Показатели Тибета и Цинхая ещё ниже. Дела усложняют и то, что на территории внутреннего Китая проживает множество этнических меньшинств, в особенности три большие группы. Тибет является домом для тибетцев, уйгуры – коренные жители Синдзяня, а внутреннюю Монголию населяют монголы. Так почему Китай просто не откажется от своей обедневшей внутренней части, чтобы стать демократическим, либеральным и богатым государством? Потому что безопасность важнее процветания. Япония и Южная Корея имеют выгодное географическое положение, которое обеспечивает высокий уровень безопасности Токио и Сеулу. Пекин – это совсем другая история. Обычно угрозы безопасности для прибрежного Китая исходили из внутренних районов, в особенности с востока и севера. Для защиты от наземных вторжений на протяжении всей своей истории государство стремилось расширять границы. Китайские лидеры прошлого рассматривали внутренние районы как стратегические буферы и способствовали их интеграции с основной частью Китая. В совокупности внутренние регионы образуют нерушимый щит, защищающий страну от внешних врагов. Если образно сравнить Китай с устрицей, то прибрежные территории можно считать ее жемчужиной – прекрасной, ценной, но уязвимой. Внутренние территории представляют собой оболочку – грубую, невзрачную, но крепкую. Хотя прибрежные и внутренние Китай сильно отличаются друг от друга, они не могут существовать по отдельности. Чтобы обеспечить безопасность основных районов, Пекин должен прежде всего контролировать внутреннюю территорию как средство защиты от внешнего мира. Однако в этом и состоят трудности. Внутренние провинции Китая – не только Синцзян, Тибет и внутренняя Монголия, но также и северные и южные регионы средней величины, расположенные на берегах Хуанхэ и Янззы – обладают своими географическими особенностями, историей, диалектами и интересами. История Китая полна циклов как единства, так и разделенности. Бывало, что господствовала мощная централизованная власть, но были и периоды некомпетентности, когда федерализированное управление распадалось на составные части, что приводило к территориальным спорам. Это закономерность, которая постоянно повторяется в истории Китая. Закономерность, уходящая корнями в его географическое положение. Чтобы избежать подобных внутренних противоречий, необходимы две вещи. Во-первых, мощный унифицированный аппарат, способный работать в единоличном порядке. Во-вторых, для поддержки регионов внутреннего Китая требуется богатый покровитель, способный экономически субсидировать бедные регионы. Эта потребность во власти и равенстве идеально сочетается с коммунизмом. Пекин использует богатство, накопленное на побережье, для субсидирования дорогостоящих социальных программ, тем самым стимулируя рост ВВП во внутренних районах. Это хоть и искусственная, но стабильность. Прибрежный и внутренний Китай сильно различаются из-за географических особенностей. Единственный способ нивелировать разницу между ними – это высокоцентрализованное правительство, которое честно распределяет ценности и ресурсы. На практике добиться этого получается далеко не всегда, и законодатели в Пекине хорошо это понимают. В настоящее время Китай работает над способами сделать внутренние провинции самодостаточнее и укрепить их положение в глобальной экономике. Инициатива «Один пояс, один путь» – как наземной, так и морской ее компоненты – направлена на создание для Пекина торговых путей, альтернативных Южно-Китайскому морю. В то же время, проходя через внутренние районы, она стимулирует в этих провинциях рост ВВП, что может сделать их более самодостаточными. Это долгосрочное геоэкономическое начинание без гарантий успеха. Именно поэтому Китай не может отказаться от коммунизма. География регионов слишком сильно разнится. Для Пекина коммунизм и его упор на авторитет и равенство – это способ преодолеть эту проблему. В итоге страна защищена, но авторитарна. Она не бедствует, но и не реализует весь свой потенциал. Для Китая коммунизм – это компромисс между безопасностью и процветанием. Это идеальный уравнитель. Если Пекин когда-либо откажется от своей коммунистической политической системы, это скажется на социальной стабильности. Контроль Китая над буферным пространством окажется под вопросом, как в случае с современной Россией, которая потеряла буфер в Восточной Европе после распада Советского Союза. Пекин не может себе повторить эту ошибку. Без коммунизма с соответствующими социальными программами и распределением богатств Китай окружат соперничающие страны. Авторитет властей во внутренних регионах со временем снизится, создав уязвимость перед внешними врагами. Без защитного буфера главные территории Китая – прибрежные провинции – окажутся в опасности. Все это приведет к краху державы. Хотя перспективы коммунизма в Китае не внушают оптимизма, без него всё могло бы быть намного хуже. Как говорил Мао Цзэдун, за белой полосой идёт чёрная, а за чёрной – кромешная тьма. Спасибо за просмотр этого видео и хочу напомнить, что в благодарность тем, кто оформил платную спонсорскую подписку на мою страницу на Patreon, я стал делать переводы роликов с других популярных зарубежных каналов. Пока что здесь не так много публикаций, но уже готовы два новых перевода, которые будут опубликованы в ближайшее время. Присоединяйтесь, поддерживайте канал спонсорской подпиской и я постараюсь радовать вас переводами роликов чаще.